МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Елизавета Гущина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Цены на нефть упали на фоне вспышки коронавируса. В культурно-спортивном комплексе Уникскафу прошла спартакиада по шахматам. Ровно 200 лет назад, 28 января 1820 года, во время первой русской экспедиции была обнаружена Антарктида. В составе экспедиции был профессор и ректор Казанского университета Иван Симонов. Во время кругосветного путешествия, которое продолжалось 751 день, было открыто более 30 островов, уточнены обозначения сотен километров береговой линии, нанесены на карты горы и морские акватории, получившие русские названия. Многие научные открытия и наблюдения были зафиксированы благодаря казанскому ученому. А теперь к другим новостям. Первые сообщения о вспышках болезни нового коронавируса появились 31 декабря 2019 года. Високосный год начался в стиле фильмов про конец света. Пока над Ближним Востоком летали ракеты, а в России сменялось правительство, в Китае появился неизвестный вирус. Вызванная им пневмония уже унесла жизни более ста человек. Почти все из них проживали в китайском городе Ухань. Но зараженные есть и в других странах. Откуда в 21 веке берутся новые вирусы? Как остановить распространение вируса? Смотрите в следующем сюжете. Новый коронавирус стал еще опаснее. Китайские власти признали, что патоген мутирует, и он усилил свою способность передаваться от человека к человеку. Это значит, что количество жертв, пока что недостаточно изученной болезни, неизбежно увеличится. В 2017 году в Уханье была открыта Национальная лаборатория биобезопасности для изучения самых мощных в мире вирусов и патогенов. Однако уже тогда исследователи высказали беспокойство в связи с возможной утечкой из лабораторного отдела. В силу того, что в китайских лабораториях ученые тестируют патогены на животных, и в том числе обезьянах, существует вероятность, что патогены могут вырваться наружу различными способами. Коронавирусы известны уже очень давно. Они поражают и человека, и домашних животных, и диких животных. И вызывают и бронхит, и пневмонии. То есть люди всегда болели коронавирусом, бронхитами и пневмонией. Проблема в данном конкретном вирусе заключается в том, что это новый вирус, который появился в природе и перекинулся на человека. Соответственно, пока неизвестно, как он будет себя вести. Миллиардер, основатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс решил выделить 10 миллионов долларов на мероприятие, связанное с борьбой с распространением смертельного коронавируса из Китая. Отмечается, что половина этой суммы пойдет на борьбу с вирусом непосредственно в Китае, где фонд уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов. В Приморье ввели дополнительные меры для выявления коронавируса. Они направлены на предотвращение заноса и распространение инфекционных заболеваний. Все медицинские работники первичного звена стационаров проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринимать в случае обращения в медучреждение граждан с респираторными симптомами, с повышением температуры тела. Самый эффективный способ – это, конечно же, изоляция пациентов. Это меры карантина, это меры уничтожения животных, которые больны этим вирусом, чтобы из этих животных вирус не смог переблюнуть человеку. Вариант борьбы с подобными вирусами – это, конечно же, лаконация. Но разработка вакцины обычно – процесс долгий. И когда возникает такой неожиданный вирус, невозможно мгновенно разработать вакцину. Тем временем в Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом, в то время как в США под подозрением находится более 110 человек. В России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Но российские туристы, находящиеся в Китае, готовятся в экстренном случае покинуть страну. Специалисты из Франции отмечают, что китайский тип вируса не настолько опасен, как, например, типичное пневмония. Опираясь на статистические данные, специалисты выявили, что вспышка острого респираторного синдрома в 2002 году унесла значительно больше жизни, чем настоящая вспышка вируса за аналогичный период времени. Таким образом, уровень смертности от вирусного заболевания, который был выявлен в Китае, составляет менее 5%, по мнению французских специалистов. Тем не менее, обстановка сложная. Аэропорт Казани отменил рейсы в Китай, как и в США, Корее и Таиланде. Единственная хорошая новость – двое больных коронавирусом детей на юге Китая идут на поправку. А это значит, что есть шансы побороть заразу. Лилия Баталова, Универньюс. С 27 января аэропорт Казань закрыл перелеты в Китай. Решение принято туроператорам Тест-тур в соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января 2020 года. Как можно заметить, набирающий обороты в Китае коронавирус бьет не только по здоровью сотен людей, но и негативно влияет на рынок туризма. Под ударом также оказался и экономический сектор. Коронавирус ввел свои коррективы по ценам на нефть. Так, нефть марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Все подробности далее. Распространение опасного вируса из Китая продолжает влиять на снижение цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent упала ниже 60 долларов с осени прошлого года. Закрытие растущего числа китайских городов и отмены рейсов угрожает одной из самых устойчивых областей роста мирового спроса на нефть, поскольку на реактивное топливо приходится около 15% роста спроса в Китае. Если эпидемия в Китае приобретет достаточно большие масштабы, это отразится на экономике Китая, она затормозится, возможно будет более серьезный, чем ожидалось, спад китайской экономики. И, соответственно, Китай, как один из крупнейших потребителей нефти и энергетического сырья, будет потреблять еще меньше этого сырья. Соответственно, упадет спрос на нефть. И в ожидании этого или в опасении этого цены на нефть сейчас снижаются быстрее, чем они могли бы снижаться без китайской эпидемии. Экономика Китая начинает снижать темпы потребления нефти из-за распространения коронавируса. С учетом довольно шаткого баланса на нефтяном рынке, это снижение может привести к его разбалансировке. Китай несет достаточно большие издержки, связанные с непосредственно борьбой с последствиями вируса. Но самое главное, что Китай вынужден перекрывать крупные районы, вводить карантины, соответственно, снижается возможность по перемещению людей внутри страны. Это будет отражаться на работе многих предприятий и, соответственно, затормаживать экономику. И если эпидемия затянется, она может существенно повлиять на сопредельные страны, что будет достаточно серьезной проблемой для глобальной экономики. Лилия Баталова, Универ-Ньюс. Девятибальные пробки и утренние метели не помешали любителям шахмат принять участие в ежегодном турнире. 27 января в культурно-спортивном комплексе «Уникс КФУ» прошла спартакиада по шахматам. Участие в ней приняли преподаватели КФУ. Все подробности далее. По словам организатора, первый турнир был проведен на 200-летие университета. Теперь же это стало ежегодной традицией. Сегодня в спартакиаде приняло участие 46 человек. 16 команд по 3 участника. Двое мужчин и одна женщина. Шахматный турнир мы проводим уже 14 лет. Начало у нас было, конечно, не очень, но команды были небольшие, потому что институтов мало было. А сейчас у нас 17-18 команд участвуют. В этом году организаторы немного отошли от привычных традиций. Так, на смену ручной жеребьевки участников пришла компьютерная. Однако правила состязания остались неизменными. Это по-прежнему блиц по швейцарской системе. 9 туров по 7 минут. Победитель приносит своей команде одно победное очко. Очень много, мест не хватает. Вот даже вот, где мы находимся, у нас небольшой клуб, сделали очень шикарно. С одной стороны, освещение хорошее, прежде чем было. Но места не хватает. Желающих очень много. Победителям командного первенства вручили переходящий кубок КФУ. Серебряным и бронзовым призерам достались медали и грамоты. Так, первое место заняла команда из Института физики, набравшая 21 победное очко. Второе место досталось команде из Елабужского института КФУ. Бронзовым призером стала команда из Института вычислительной математики и информационных технологий. Но соперники, надо признать, в этом году очень серьезные были. То есть это даже лично много чего решало в этот раз. Раньше-то играли команду на команду, а тут личные первенства, что тоже подогревало интересы. Так что мы очень рады, что подтвердили звание чемпионов КФУ. К слову, обладатели кубка теперь примут участие в городском чемпионате по шахматам среди других университетов нашего города. Лев Диденко, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok